С нами Сережа Харитонов, легион, соответственно, как многие знают, человек, который поиграл уже за тысячу, наверное, 500 команд во всех лигах и так далее. Сереж, с точки зрения поигравшего по многим лигам, как эксперта, спрошу тебя, у кого есть свои плюсы, и так как все-таки интервью АФЛК берет, чем отличается АФЛК от остальных? Ну, сложно сказать. Давай возьмем Воле Промо. Какая команда, за кого играешь? Воле? Воле я играл за Амигус, играл за Торпедо, играл за Гранит и играю за Торпедо, собственно. Еще за кого-то играл. Итак, Воле Промо. Воле Промо. В первой лиге все плачевно. Ну, что рассказать? Все про Воле Промо все знают, Сань. Ну, взносы большие сделали в этом году. Как бы, никому ничего не надо. Судьи непонятные, то хорошие, то плохие. В отличие от АФЛК, где ты всех знаешь. Не-не-не, давай дальше. В ПАЛФ. За кого в ПАЛФе? В ПАЛФе за Зебру двигался. За Дикарей, кстати, двигался в ПАЛФе. Ну, ПАЛФе, что, серьезная контора тоже. Хорошее поле там. Мы на политехе играем. Саша Проков, конечно, ценник задирает. Но в целом, в ПАЛФе, конечно, я, видишь, по вышке там играл. И организация, конечно, несравнима лучше, чем Воле первая лига. А вот что выше дивизион? Ну, слушай, по вышке не сильно отличается. Суперлигу я не играл в Суперлиге более Промо. Поэтому не могу сравнивать. Но вот если брать ПАЛФ, где я играл, и Олег, где я играл, ПАЛФ, конечно, получше. Причем значительно. Понятно. Что у нас еще из таких лиг, где подвигался? Слушай, очень мне понравилось, по-моему, наш футбол или народный футбол. Организовывали турниры в этом году 6 на 6 бесплатно. Ты знаешь, очень понравилось. Во-первых, я первый раз вижу, чтобы люди как бы заморачивались, делали бесплатные турниры. Причем турнир большой был. То есть там игра в группе, там 16-й, там 32-й. Все, вот такие медали нам выдали. Мы третье место в итоге взяли, да, вот. Вот, в общем, вот это меня порадовало, конечно. И все как бесплатно, реально. Хорошо иметь спонсора. Не было спонсоров. Они как-то на своих началах у них оставались. У них вообще интересный, кстати, момент. Они выдают медали. Если команда не приезжает, они эти медали потом не выдают. Все, не надо вам, мы забираем себе детей. Прикольно. Так, еще где ты играешь? В ФЛК. Ну, давай, еще подожди. В КТУ-то сейчас играл? Нет, в КТУ-то сейчас играл. Не, ну, я не играл в клипе, играя. Ну, в клипе, ну, что, ну, приехал, ты играл, уехал. Ну, ничего там сверхъестественного нет. Клип маленькая, лига очень какая-то, она тоже типа ФЛК, только атмосфера немножко другая. Давай про нас любимых. А что, ФЛК? А ФЛК это родное. А чем отличается? Есть отличия какие-то? ФЛК, да. Ну, в отличие, что могу сказать? Уровень, конечно, пониже. Ну, что как-то, ну, потому что, да, так и есть. Уровень пониже не организаторский, а уровень команд, наверное, средний, да? Ну, а в целом, зато, как-то нет какой-то бойни такой, какой-то хруста костей. Все приезжают, там, соперником попродались, все друг друга знают, поцеловали Сашу Сафонова, там, послали судью, судья не обиделся. Потому что это либо Миша Волкова. Потому что это либо Миша, либо кто-то известный, да, там, ну, кто-то свой. Как бы, приезжаешь и сюда приезжаю. Я, например, приезжаю больше получать удовольствие. Больше. В последнее время. Видимо, потому что свободно изъедутся. Вот, вот так. Не, ну, а полка это свои. Сереж, занимался футболом где-то? Ну, в Светлане бегал. Давно, правда, в школе еще. Это по детям? Да, еще по детям. А потом меня судьба, где же, свела в последнее время и с тренерами футбольными, и, в принципе, рядом поиграл с очень сильными людьми, которые на город по вышке долбят. То есть есть чему поучиться. То есть главное, чтобы голова работала в плане того, что, когда на тебя кричат, чтобы ты слышал, что тебе кричат, не говорить в указу, а делать так, как тебе говорят. И ты тогда растешь. Какое любимое амплуа? Я не знаю. Я могу сказать нелюбимый. Вратарь и опорник. А остальное я, в принципе, и в торпеды я у себя везде играю. То есть я дырки все затыкаю. В принципе, везде смотрюсь более-менее одинаково. Если брать вот этот чемпионат, кто, во-первых, войдет в тройку? Ну, не знаю, в веники. Войдет в веник, войдут Хэнкок, войдут Дикси. На самом деле зашеваловский болей. У меня очень симпатична команда и ребята. Игра очень симпатична, как они играют. Такой вот мой футбол конкретно. Вот. И мне что-то непонятно. Очень их жалко, что не получается. Ну, понятно. Три сильнейших игрока у нас в этом чемпионате. Сильнейших. В этом конкретно. Конгредоров. Однозначно. Сильнейших. Просто не повезло ему с командой. Дробыш. Однозначно. Несмотря на кто там его. Не Митяй, да? А кто там. И Зенит, да, человек. Сказал. Сейчас. Как бы до Дробышу еще расти. Все люди. Вот. А третий, я не знаю. Наверное, я бы еще вот Вартаря из Ястрова взял бы вообще хорошее. То еще Куянов. Еще, конечно, по ПС-ку вообще классный пацан. То есть люди достойные есть. Конечно. Сборную можно собрать. Понятно. Ты, в общем, за Ангелов играешь уже, ну, очень давно. Во всех турнирах там. Сейчас у нас кто сильнейший игрок? Манки, наверное, Саша? Не знаю. Не знаю. Саша, нет. Саша не сильнейший. Саша, он сильнейший в защите. Ну, и вот с точки зрения, самые важные для команды. Самые важные для команды – это Сафон. Как бы он ни играл. Так же, как самые важные для торпеды – это Харитон. Ну, понятно. Капитаны. Что не будет Харитонова – не будет торпеда. Не будет Сафонова – не будет Ангелов. Поэтому. Вот самые важные. Не будет Ермакова – не будет свободы. Несмотря на то, что Чигазов сильнее. Понятно. Спасибо большое, Сереж. Успехов, да. И в конце чемпионата, наверное, возьму интервьюшку, послушаем, что ты скажешь тогда. Ну, давай.